Привет друзья! Сегодня решил обновить прошивку наконец на своем Outel EVO 2 PRO. Процедура эта очень простая и о том как это делать вы узнаете в этом ролике. Поехали! Значит основная задача перед тем как начать прошивку зарядить все зарядить дрон зарядить пульт и зарядить ваш смартфон с которого вы будете непосредственно подключаться и производить саму процедуру прошивки. Итак у нас вышла новая прошивка версии 2.725. Какие улучшения и изменения в нее внесены. Добавлены интеллектуальные режимы панорамной съемки в форматах портрет, пейзаж, широкий угол с возможностью сшивания фотографий, чего не было раньше. И режим сфера без возможности сшивки. Добавлена поддержка Enterrip RTK. Это для геодезистов полезная фишка. Для серии EVO 2 RTK нас она не касается. Поддержка радиометрического сенсора тоже мимо. Добавлена возможность настройки домашней точки. Вот это полезная опция. Добавлена возможность изменения скорости полета кнопками AB между режимами с включенными сенсорами и отключенными. Ну а дальше пошли баксфиксы и разного рода оптимизации. Оптимизация уведомлений о бесполетных зонах, более плавная регулировка старта и остановки подвесок камеры. Добавлена регулировка чувствительности с поддержкой максимально плаванного движения подвесок камеры. Ну и стандартная система GPS координат VGS 84. На этом, пожалуй, все. Но это очень приличные изменения в лучшую сторону. Как полностью все зарядили, подключаете все и вперед. Система предлагает вам обновиться. Никаких смен карт, ничего делать не требуется. Если у вас в дроне стоит карта для полетов, ее будет вполне достаточно для того, чтобы процесс прошивки прошел нормально. Не обязательно дрон разбирать полностью, раскладывать в полетное положение. Достаточно запустить его просто в таком виде. Главное снять с гембала защиту подвеса, чтобы он мог проинициализироваться правильным образом. И после этого запускаем прошивку. И она идет у вас сама своим чередом. Кнопочка появилась. Скачалось все. И кнопочка появилась старта. Нажимаем и все. Пошел процесс обновления прошивки. После того, как закачка программного обеспечения у нас прошла, начинается процесс прошивки. Притом начинается процесс прошивки сразу и пульта, и дрона. Ждем результатов, ждем отмашки, когда пройдут все бары до ста процентов. И после этого смотрим результат, следуем инструкциям. Первым закончил обновляться у нас дрон. И спрашивает, посмотрите, когда будет закончен апдейт самого пульта. Дальше пошел процесс обновления прошивки пульта. Продолжаем ждать. Процесс полной прошивки и дрона, и пульта может занять несколько минут, поэтому наберитесь терпения и ждем результата. Ну вот апдейт прошивки пульта у нас завершен. Пульт предлагает перезагрузить себя. Что мы сейчас утром делаем? Да-да, шум на протяжении всего видео это не мой говеный микрофон, который, надо сказать, очень неплох на самом деле. А шум от работы внутренних вентиляторов этого дрона. Ну и все, отлично. Дрон работает. На этом процесс прошивки можно считать завершенным. Готовимся к новым полетам. Тестируем, летаем, смотрим новые возможности. Кто не подписался, подписываемся, ставим лайк и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok